Мягкая посадка в ростовском аэропорту требует опыта, потому что полоса своеобразная, горбатая с одной стороны. Но если в себе уверен, никаких проблем, рассказывает пилот Никита Кононов. За штурвалом он уже 17 лет. Это надо просто небо очень сильно любить с детства. Кому нравится, кто-то мечтает стать машинистом, кто-то мечтает стать подводником. А кто любит небо, идет в авиацию. Экипаж признается в любви не только небу, но и пассажирам. Для них работает вся гражданская авиация. С одного взгляда опытный бортпроводник может определить, куда летит человек. В командировку или отпуск. Можно определить, я думаю, когда человек летит в Сочи, когда он летит в Москву. Я думаю, это сразу видно, когда человек летит на отдых или когда человек уже летит домой с отдыха. Это как к примеру. Можно определить, когда человек летит за границу. Конечно, сразу тоже видно. Это уже немножко другие манеры общения. Если летчики и стюардессы – лицо воздушного флота, то мозг здесь, в диспетчерской службе. Эти люди всегда за кулисами, но без них невозможна работа аэропорта. Их задача объять необъятное – скоординировать работу всех служб и подразделений, чтобы встретить самолет, обслужить его и отправить дальше. По нашему подразделению, в принципе, работают стрессоустойчивые специалисты. Но в основном, конечно, нервничаешь, когда получаешь информацию о том, что воздушное судно, какой-то неисправность и идёт к нам на посадку. Сегодня Донская авиагавань принимает в среднем 30 воздушных судов в сутки. На обслуживание международных рейсов уходит полтора часа, на внутренний час. А по договору с авиаперевозчиком управиться могут и за 30 минут. Основные этапы обслуживания рейса – это загрузка бортового питания на борт по маршруту следования, это уборка воздушного судна, это высадка, посадка пассажиров на борт, это и заправка топливом. С открытием нового аэропорта работы у диспетчеров, инженеров и других специалистов прибавится, ведь пропускная способность Платова в два с половиной раза выше, да и площадь больше. Уже стартовал подбор персонала, так что стать частью воздушного флота могут ещё 300 человек, влюблённых в небо. Виктория Щетинина, Станислав Фоменко, Дон-24, Ростов-на-Дону.